Добрый вечер, уважаемые партнёры! Сегодняшний урок будет посвящён сервису Smart Responder, e-mail рассылок. Очень полезный, замечательный сервис, самый мощный на сегодняшний день. Для начала войдём по ссылке, которую я вам сбросила под этим видео, есть. И мы оказываемся на странице сервиса Smart Responder. Прежде чем начать создавать рассылку, нужно зарегистрироваться. Можно это сделать, нажать кнопку «Тарифы» и выбрать здесь «Free», бесплатный. Откроется форма регистрации, которую нужно будет заполнить. Также можно, когда вы будете на главной странице, нажать кнопку «Попробовать бесплатно». И также откроется форма регистрации. Что здесь нужно будет сделать? «Логин» придумать. «Логин» должен быть латинскими буквами. Например, там. Обязательно смотрим, если красным появилось, значит «Логин занятый». Можно добавить, например, цифры. Смотрим. «Свободный». Значит, звезда 3 свободная. «Емейл». Вводим свой работающий «Емейл-адрес». Я тестовый «Емейл» свой ввожу, а вы свой работающий «Емейл-адрес». Желательно, он должен быть на Гугле, Gmail, или на Яндексе, или на Рамбле. «Емейл-адрес». Пишем свое реальное имя. При регистрации во всех разделах, то есть во всех этих графах должна стоять зеленая птичка. Обязательно знакомься с правилами сервиса и ставим птичку «Я согласен». Значит, по вашему выбору, хотите вы получать новости сервиса или нет, вы ставите здесь птичку или ее убираете. То есть ваше дело. И жмете кнопочку «Начать сейчас». Я делать этого не буду, так как у меня уже есть здесь тестовый аккаунт. Вы нажимаете кнопку «Начать сейчас» и попадаете во внутреннюю часть сервиса. Вам на почту придет обязательно вот такое письмо, то, что «Приветствую, вы зарегистрированы на аккаунт на Smart Responder». Здесь же у вас будет ваш логин, пароль и вход на сервис в дальнейшем. Значит, я вхожу в свой аккаунт сразу тестовый. Значит, здесь Smart Responder предлагает создать аккаунты подписчика, партнера, сервиса и также авторассылок. Нас сейчас интересует именно авторассылок. Вводим сюда свой логин, который вы сейчас придумывали. «Мой логин тестовый. Натали. Пароль 07». И жмем кнопку «Войти». Так, вы попадаете, когда вы входите во внутреннюю часть аккаунта, вы попадаете вот на начальную такую страницу. Здесь, значит, в верхнем меню все понятно, можно пройти потом по всем этим кнопочкам. И также это же меню дублируется вот здесь. То есть здесь же «Создать новую рассылку», «Отправить выпуск рассылки», «Смотреть статистику», «Список ваших рассылок», «Управлять списком подписчиков» и так далее. Я вам рекомендую в дальнейшем изучить вот эти видеоуроки. То есть если вы нажмете здесь «Смотреть видео», то выйдет меню вот с такими 7 видеоуроков. Очень понятно, доступно и всегда они у вас под рукой. Они находятся вот здесь. Или же вот, пожалуйста, кнопочка «Помощь» и «База знаний сервиса». Вот здесь тоже есть уроки, которые вам в дальнейшем могут пригодиться. Понятно, да? Но мы сейчас этого не будем разбирать. Нас сейчас интересует вот этот раздел «Рассылки» и конкретно «Создать новую рассылку». То есть мы кликаем кнопку «Создать новую рассылку». И мы будем создавать рассылку для нашего рекрутингового сайта «Мэджик Систем». «Бизнес-система». Так, вот для этого сайт сбора подписчиков. Зайдем вовнутрь. Потому что волшебная система нам предлагает уже готовые шаблоны сайта и готовые письма. Вот тут внизу есть письмо 1, письмо 5 писем. И нам единственное, что нужно сейчас сделать, для чего нам нужен Smart Responder сервис, чтобы сюда поставить код на подписку. Вот для этого мы и зарегистрировались на этом сервисе. Значит, тип рассылки мы выбираем из чекбокса. Автоматическая последовательная серия писем. Язык русский. Значит, возле каждого раздела окошка стоит вот знак вопроса. Вы можете, когда мышкой наведете, то подсказка выпадает. То есть, если вам что-то непонятно, вы можете навести курсор и прочитать, что здесь есть. Периодичность выпуска, так как у нас она будет нерегулярная, мы ее ставим нерегулярная. Название рассылки. Так, ну давайте подумаем, как будет называться наша рассылка, исходя из писем. Сейчас откроем письмо. Так, рассылку. Я занимаюсь интернет-бизнесом. Бизнес, да? Занимаюсь бизнесом. Ну, давайте назовем нашу рассылку для примера. «Как начать свой бизнес с нуля». Подсказка выскакивает. Тематика рассылки. Давайте мы выберем, все-таки это сетевой маркетинг. Мы занимаемся сетевым маркетингом, поэтому найдем здесь в выпадающем списке. Можно собственное дело, конечно. В общем-то, выбирайте по желанию. Я вот выберу сетевой маркетинг. Дальше не ставим птичку в этом чекбоксе, потому что нашу рассылку, если поместят каталог рассылок, это нам не помешает. Разрешить связаться с вами тоже разрешаем. Если кто-то захочет связаться с автором рассылки, то, пожалуйста, нам это как раз и нужно. И краткое описание рассылки. Я рекомендую. Во-первых, здесь стоит птичка красная, то есть это обязательное поле для заполнения. И это очень помогает работе. То есть возьмем, например, из первого письма. Вот, например, в этой рассылке я хочу поделиться с вами своими опытом и знаниями, как успешно вести любое дело в интернет. Мы вот это скопируем и сюда вставим. Только немножко заменим. Успешно вести, как успешно начать свой бизнес с нуля. Тема рассылки у нас же такая. И кликаем кнопочку «Создать». Наша рассылка создалась. Вот она у нас есть. И теперь, вот она наша рассылка. Для того, чтобы вложить письма, то есть рассылка «Жена из писем» состоит, входим внутрь. То есть вот как начать свой бизнес с нуля, ссылка кликабельная, живая. Поэтому мы входим внутрь, проверяем все, что мы здесь заполнили. И первое, что делаем, добавить письмо. Добавляем письмо. Значит, обращаю ваше внимание на смещение. Такой параметр, такая графа, как смещение. Здесь по знаком вопроса написано то, что в этом поле воздается смещение отправки письма в днях от момента подписки на данную серию. Если смещение равно нулю, ставите ноль, то тогда письмо отправляется немедленно, как только человек подтвердил подписку. И тогда я вам рекомендую здесь ставить ноль. Оставлять ноль. Значит, первая тема, значит, обязательно нужна тема письма. Ну, напишем письмо номер один, например. Письмо номер один. И сюда мы теперь вставим, копируем из Magic System это письмо. Оно у вас на вашей странице Magic System будет уже с вашими данными. И ваше имя, фамилия будут, ваши ссылки будут с вашими данными. Поэтому мы просто копируем это письмо. И вставляем. Значит, здесь Smart Responder предлагает 2 версии письма. HTML версия письма и текстовая версия письма. Я рекомендую вам заполнять обе версии письма. Значит, Smart Responder вставить, открывается окошко и мы сюда правой кнопкой вставить. И ОК. То есть, вот наше письмо вставилось. Теперь его можно отредактировать. Значит, если вы обратили внимание, вот здесь есть Здравствуйте, First Name. First Name – это переменные подстановки данных. Вот если вы нажмете на эту кнопочку, которая вот она, есть, переменные подстановки данных, то откроются такие переменные подстановки данных, которые рекомендуют использовать в своих письмах сервис Smart Responder. И в данном случае это переменные данных подписчиков. То есть, вот обращение, переменная First Name – это обращение к подписчику по имени. Вы составляете одно письмо, а каждый подписчик получает его как бы индивидуально. Это очень удобная функция в Smart Responder. Поэтому рекомендую этим пользоваться. Только обязательно проверяйте, чтобы были переменные подстановки именно не данных, не ваших как авторов, а данных подписчиков, если вы обращаетесь к подписчику. Вот, но здесь можно в HTML-версии, допустим, что-то выделить. Например, давайте вот попробуем, что мы выделим. Ну, давайте сначала. Здравствуйте. Получили письмо, так как подписались на рассылку. Давайте мы это увеличим. Размер, например, сделаем его 14 см. Так, он что-то стал меньше, да? То есть, сделаем тогда 16 см. И, допустим, изменим цвет ему, чтобы человек обратил на это внимание. Ну, допустим, вот красненьким сделаю я. Получается красное. Теперь, значит, что мы еще можем здесь выделить? Ну, например, вот в подарок, копирайт, то есть, вот подарок, да? То есть, вот это PS и подарок. Мы тоже сейчас выделим размер. Сделаем, например, тоже 16 шрифт. И сделаем цвет, так как там ссылка, будем, например, зеленым. Можно также сделать там, выделить его. То есть, здесь вы можете сами поэкспериментировать, по кнопочкам походить, можете ставить, в общем-то, здесь картинка, по-моему, вот, можете ставить изображение. То есть, это уже дело вкуса. Мы дальше пошли. Текстовую версию письма тоже вставляем. Так, у нас письмо осталось. То есть, также курсор левой кнопкой нажимаем, правой вставить. Письмо вставилось. Ну, здесь просто просмотрите письмо, проверите. Можете что-то поменять на ваше усмотрение. Ну, проверите ошибки. То есть, вот это письмо. Рекомендую обязательно проверять на спам. Для чего это нужно? Чтобы понять, что ваше письмо не попадет в спам. Вот, видите, да? Предварительная оценка попадания вашего письма – ноль. То есть, ваше письмо не попадет в папку спам. Это нас очень радует. Далее, также рекомендую протестировать письмо. То есть, прежде чем отправлять, вернее, прежде чем дальше двигаться, мы посмотрим, как это будет выглядеть. То есть, на ваш электронный адрес, который вы регистрировали, на котором зарегистрирован этот аккаунт ваш, придет вот это тестовое письмо. Давайте проверим. Заходим в ссылки. Так, я обновлю. И посмотрим входящих. Вот, пожалуйста, я. То есть, ну, это тестовое письмо. Письмо номер один. То есть, в каком виде оно нам придет. Вот, пожалуйста, замечательно. Все. Ссылки работают. Ссылка на скачивание подарка. Все работает. Обязательно жмем кнопку «Сохранить». Если что-то вас не устраивает, то есть, что-то, допустим, не нравится вам, тогда вы жмете кнопку «Вернуться назад» и редактируете, убираете или добавляете. Вот наше первое письмо создано. Таким же образом мы добавляем следующее письмо. То есть, опять жмем кнопку «Добавить письмо». Уже смещение, обратите внимание, один. То есть, следующее письмо придет через день. То есть, на следующий день от первого письма. Здесь мы пишем в графе уже «Письмо номер 2». Понятно, да? Заходим в «Magic System». Это можно письмо закрыть. Открываем письмо второе. То есть, здесь абсолютно все копируется. Единственное, что вы можете по своему усмотрению что-то менять. Здесь уже все ваше. Копируете. И даже переменные «Magic System» уже поставил за вас, за нас. Точно так же в поле HTML версии письма ставите левой кнопкой мышки, правой чекбокс вставляйте, и здесь вот правой кнопкой «Вставить» и «Окей». Или же горячими клавишами. Точно так же вы можете что-то выделить цветом, или что-то увеличить шрифтом, что-то изменить. Это я не буду делать, вы это сами можете проделать. И точно так же мы добавляем в текст тавую версию письма. «Вставить». Так, все мы проверили. Точно так же проверяем на спам. И мы убедились, что в спам письмо не попадет. Также можете нажать кнопку «Тестировать». Можете каждое письмо тестировать и смотреть, как оно приходит. Можете один раз. Если что-то не устраивает, вы нажимаете кнопку «Вернуться назад». Вернуться назад. То есть и что-то, значит, как бы письмо по новой добавлять. Вот если все устраивает, сохранить. Вот уже второе письмо у нас готовое. Значит, опять же, чтобы добавить третье письмо, опять же нажимаю кнопку «Добавить письмо». Заходим в «Magic System». Второе письмо закрываем. Третье открываем. Копируем. Делаем все то же самое. Значит, в третьем письме мы сейчас вот давайте его тоже скопируем. Я вам покажу здесь небольшое. Нужно обязательно изменить. То есть это у нас уже смещение 2. Будет письмо номер 3. Так, текстовая версия. Значит, то есть HTML-версия. Вставляем. Ок. Текстовая версия. Вставляем. И здесь нам нужно и в текстовой версии, и HTML-версии заменить. Так, тут по письму мы обращаемся в третьем письме к подписчикам, что смело добавляйте меня в свои друзья, и будем сотрудничать дальше. То есть ваши профили на Facebook, Twitter, ВКонтакте. То есть здесь просто даны адреса этих социальных сетей, а вы вставляете именно свои. То есть, ну, например, вот такой вот Facebook Галина Жилкина я копирую. И сюда вот на Facebook вот это все удаляю. Ну, то есть я выделяю и правой кнопкой вставляю свой, да. Точно так же ВКонтакте выделяю свое аккуратненько. Копировать. И вот где ВКонтакте, опять же, выделяю. Ну, можно вот Дельт нажать, то есть убрать и вставить свой. Или же просто вставить. И точно так же в Твиттере. Так, Твиттер. Вот он мой аккаунт в Твиттере. Ой, немножко не захватило. Так. Вот он аккаунт в Твиттере. Так, точно так же выделяем. Выделяем, Дельт убираем и вставляем. То есть, вот остальное все остается. Точно так же в HTML-версии. То есть, ну, здесь немножко, значит, вот так же выделяем, убираем. А вставляем через горячие клавиши или через вот это окошко. Окей. Так, ну и все остальное точно так же. Делаем. Так, и, значит, обязательно проверяем на спам. То есть, проверяем на спам. Мы убедимся, что наше письмо не попадет в спам. А это действительно так. То есть, 0 из 10. Вот. И обязательно нажимаем кнопку «Сохранить». «Сохранить». Вот у нас уже три письма. Значит, со смещением 0, 1 и 2. Четвертое и пятое письма вы добавите самостоятельно. Теперь, значит, чтобы нам получить вот этот HTML-код. Вот видите, HTML-код. Мы заходим, где формы. Вот видите, формы. Генератор форм подписки. Но не новый, а просто генератор форм подписки. То есть, нам нужно просто код взять. Значит, здесь мы ничего не добавляем, потому что самой формы нам не нужна. Она уже вставлена, встроена в Magic System. Нам нужно взять, выделить нашу рассылку. То есть, нашу. Вот у нас она одна. Но в любом случае ее надо выделить, чтобы получить этот код. Смотрим, значит, у нас будет e-mail и имя. Нам этого достаточно для того, чтобы вставить. Редактировать здесь не обязательно сейчас. Это можно в следующих уроках. Я вам покажу, как редактировать форму. И нам необходимо взять вот этот вот код. Вот видите, да? То есть, этот большой-большой код. Как его сохранить? Значит, вот или нажать кнопку «Отобразить код». Если он тут не отобразился. Значит, чтобы его скопировать, я предлагаю вот такой вариант. На это поле вы ставите, значит, правой кнопкой мышки поставили. И выделить все. Выделилось все. Опять же, правую мышку. И копировать. И теперь мы заходим в Magic System. И в это поле, вот в это поле, вот так выделили. Ну, я просто, у меня тут уже стоит код. Я не буду его удалять. То есть, вот это поле у вас будет пустое. Вы просто ставите этот код. Тот, который вы выделили. Выделили. И обязательно вниз спускаетесь и сохранить. Нажимаете кнопку «Сохранить». Дальше вы просто смотрите, что у вас получилось. То есть, заходите на свой сайт Magic System. И смотрим, да, вот она форма. То есть, если человек сюда введет свой e-mail, свое имя, подписаться на рассылку, то он получит вот эти пять писем, которые мы здесь с вами создали. Список. Вот, чтобы увидеть деньги, мы, опять же, рассылки. Список рассылок. И вот она наша «Как начать свой бизнес с нуля». И вот у нас здесь, ну, сейчас три пока письма. Значит, вы добавите еще два из Magic System. У вас будет тут пять писем. Бесплатный аккаунт Smart Responder позволяет. Именно пять писем, пять рассылок и пять писем. Вот. И дальше, когда человек будет уже регистрироваться, вы здесь, в этом же аккаунте, будете видеть, что подписчиков этой рассылки вот столько-то, да? Вот так. Так создаются рассылки. Создаются рассылки на сервисе Smart Responder. Сервис e-mail рассылок. Все остальные настройки, все остальное, все кнопки вы можете изучить самостоятельно. И в следующем уроке мы тоже с вами познакомимся. Например, как отправить письмо подписчикам, когда у вас уже будут подписчики, вы можете им отправлять письма. На сегодня все. Большое спасибо, что были на этом уроке. Всего доброго. С вами была Галина Жилкина. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.